Проводить реконструкцию героического подвига советских воинов, встретивших Великую Отечественную войну в стенах Брестской крепости – давняя традиция, которая каждый год напоминает всем зрителям, что войны – ужасное лицо. Причем защитниками, участвовавшими в обороне цитадели, можно назвать не только солдат и офицеров, но и подростков, взявших в руки оружие, жены матерей, бросавшихся буквально грудью на амбразуру, защищая своих родных. Да и любых гражданских, не поднявших белый флаг при виде фашистских убийц. Пусть и слабая остается с этими людьми до конца. Когда немецкие солдаты поняли, что блицкрик не удался, и их наступление захлебывается, не помогают ни танки, ни авиация, в бой пошла тяжелая артиллерия. О том, как держался восточный форт, ходят легенды, но войне нужны факты, а они говорят о том, что на этот укрепый район каратели сбросили сначала два снаряда весом полтонны, а когда поняли, что кирпичные стены еще огрызаются, бомбардировщик сбросил бомбу весом 1800 килограмм, прозванной «Сатаной». Взрыв был такой силы, что потряс не только крепость, но и весь город. Стекла в домах вылетели даже на сегодняшней Киевке. Оборона цитадели продолжалась с 22 июня по конец июля 1941 года. Потери с немецкой стороны составили около 800 человек убитыми и 714 раненых. С советской стороны голову сложили порядка 2000 солдат. Цель реконструкции – напомнить людям, насколько страшна война, а также показать, почему важно сохранять память о тех страшных событиях. В этом году, конечно же, много было нововведений, был построен ДОТ, руками наших ребят, город помог, танковая дуэль. Ну, конечно же, финалом явилось, конечно же, исполнение очередной новой песни проекта «Высота» под названием «Опрощение». Вот, как говорится, все реконструкции вы стали сидеть. Ну, вот так, в принципе. Я очень рад, я очень рад, что жители города Бреста, как и прежде, поддерживают реконструкции, пришли в такую не очень хорошую погоду. Мы очень рады видеть столько народу, и, конечно же, работали для людей. И мы хотим, чтобы наше молодое поколение знало, помнило, чтило своих героев. Среди тех, кто принимал участие в Театре военных действий – представители из Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Болгарии, а также Китая и Японии. Показать, насколько гостеприимная Брестская земля может консолидировать жителей разных стран – еще одна очень важная цель реконструкции. Сегодня я увидел впервые в своей жизни, когда китаец и японец в русской форме, в советской, в красной, калинку-малинку обнявшись петь. То есть люди, которые никогда там у своей территории не будут здесь, на территории Брестской крепости, военно-исторической реконструкции, они прекрасные друзья, калинку-малинку поют. И судя по тому, какой интерес проявляют люди из-за рубежа к реконструкции первого боя Великой Отечественной войны, понимаешь, что тех, кто помнит и чтит память о подвигах своих дедов, большинство, как бы это ни пытались спрятать за информационным шумом. Конечно, в 1941 году фашистские романтики были в границе Советского Союза и потом были в Великой Отечественной войне. И как вы знаете, во Второй мировой войне, в Китае, мы тоже антифашистские союзники Советского Союза. Советская армия, советский народ очень много помогали нам. Я думаю, что это самое-самое большое дружба и самое важное. Поэтому мы приехали сюда, это памятник за вашего народа. Это большая дружба. Очень полезно наше отращение. Дань памяти деду, который был по материнской линии и принял первые бои, будучи курсантом Киевского артиллерийского училища. Без прошлого будущего хорошего не построишь. Я думаю, что это где-то внутри сидит, что-то то, что нельзя забыть, как пытаются сейчас многие или историю перевернуть, или что-то где-то как-то переписать. Ну, не знаю, где-то внутри есть то, что, мне кажется, необходимо заниматься этим. Даже пускай быть небольшим примером для подрастающего поколения. Ну, вот как-то в любом случае нельзя забыть это. Будем помнить как можно дольше, пока нам будут позволять. И, конечно, в первую очередь реконструкция – это перформанс для брестской публики. Ежегодно тысячи горожан приходят ночью в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», чтобы таким образом отдать дань памяти своим предкам, большинство из которых пало от пуль захватчиков. Ведь во время войны погиб каждый третий белорус. Это даже не произвольная паника, началась, когда началась реконструкция. В основном сейчас вот голос, который все комментирует, это вот это подавленное состояние. Отделяется отчетливо видимая сатана. Вот ждем развязывания. Заложено в нас, то есть люди готовы отдать свои жизни, совершить самопожертвование для того, чтобы был мир, чтобы не было войны, чтобы люди жили достойно. Вот, и глядя на это все, то есть понимаешь, как было им трудно в то время, да, защищать. Волосы сжевелятся, становятся дыбом. Это реалистично, очень молодцы. Спасибо большое. Спасибо, что это делается. Подвиг героев обороны Брестской крепости не забудется никогда. Война затронула семью каждого жителя Республики Беларусь. Именно поэтому брещане каждый год будут тысячами приходить и смотреть на военную реконструкцию, а организаторы и аниматоры, в свою очередь, каждый год будут предлагать им что-то новое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова